Новый способ жить. Вот о чем мы говорили на прошлой неделе. Сейчас я вкратце напомню вам, о чем мы тогда говорили. Оговорили мы о любви к ближнему и о том, что иногда мы оправдываем себя, чтобы не любить ближних. Это происходит по разным причинам. Мы вспомнили историю о добром Самаринине. Это просто невероятная история о том, что нельзя проходить мимо людей, встречающихся нам на пути. Это часть христианства, жизни в любви и любви к ближнему. Если кто-то встречается нам на пути, мы не должны проходить мимо. Мы должны помогать этим людям. Священник и левит прошли мимо нуждающегося в помощи человека. Думаете, его интересовали тогда их проповеди о Боге? Вовсе нет. Но Самаринин остановился и помог ему. Он посадил его на осла, привез в гостиницу и заплатил за него. На следующий день он навестил его и привез все, что нужно. Правда же, он поступил правильно. Он вошел в историю не просто как Самаринин, а как добрый Самаринин. Почему его назвали добрым? Потому что он остановился. Если бы он прошел мимо, он бы остался просто Самаринином. Слишком многие христиане сегодня — это просто христиане, а не добрые христиане. Потому что если бы мы остановились и подошли к тем, кто встречается нам на пути, мы говорим сейчас о нашем жизненном пути. Если бы мы остановились и стали помогать и служить этим людям, то это помогло бы Богу достучаться до множества людей. Можно было бы привезти столько людей в Царство Божие, и тогда бы они узнали, что вы должны им сказать. Так часто мы говорим людям, «Вам нужен Иисус?» Но больше всего в такой момент им необходима ваша помощь. Вы знаете, что обычно мы проповедуем словами. Но если в наших действиях будет Иисус, люди поймут и наши слова. Так мы тоже можем обращаться к людям. Я не хочу, чтобы наша церковь была просто церковью. Я хочу, чтобы она была доброй церковью. Я хочу, чтобы Иисус вместе с ангелами, старейшинами, святыми и духами умерших смотрел вниз на нашу церковь и говорил, «Вот она, добрая церковь». Потому что ее прихожане помогают ближним. Они помогают тем, кто встречается им на пути. На этой неделе я услышал столько историй от людей. Это послание дошло до их сердец, и их глаза открылись. И они начали помогать людям. Это была небольшая помощь, но они помогли людям. Сейчас я приведу один пример. Многие из вас ведь не любят пробки, да? Кто любит, когда машины стоят почти бампер к бамперу? Ведь никто, да? Никто не поднимет свои руки. Когда вы только въезжаете в христианство, вы тоже стоите бампер к бамперу. Но когда вы двигаетесь дальше, то, поверьте мне, дорога будет свободной. Если вы хотите развиваться в христианстве, то езжайте дальше. Не стоите на въезде. А сделать мы это сможем, помогая и служа тем, кто встречается нам на жизненном пути. Они не стоят где-то в кармане или на парковке и не едут по другой дороге. Допустим, вы знаете, что у кого-то проблемы в браке. Этим людям нужно, чтобы кто-то им помог, стал их другом, помог им во всем разобраться и просто любил их. Или наркозависимые люди. Вам следует протянуть им руку помощи и привезти их туда, где им помогут. Или же мать-одиночка, которую вы случайно видите в магазине. Видите, что ей тяжело живется. Просто остановитесь и скажите «давайте, я вам помогу». Отложите ваши покупки и помогите ей. Послушайте, это очень действенно. Знаете, что мне было интереснее всего во всех этих историях, которые рассказывали мне люди? Наблюдать за тем, как они мне их рассказывали. Люди говорили мне «Боже, я сделал это». Это произошло несколько дней назад, но они еще были возбуждены. Они говорили «это было так круто». Но некоторые люди заблудились в христианстве, потому что они живут не по-христиански. Но послушайте, если вы живете так, как завещал вам Бог, вы чувствуете себя просто замечательно. В вас что-то происходит. И однажды вы понимаете, что благословение больше, когда отдаешь, нежели когда получаешь. У вас что-то меняется. Сейчас я проведу вам небольшой семинар по сохранению брака. Как вы думаете, будут ли у вас проблемы в браке, если ваше христианство истина? Если наше христианство истина, мы не концентрируемся на себе. Мы думаем и о других, и помогаем им. Мы говорим «вы не представляете, что было сегодня на работе». Вы не представляете, кому я помог. Радость бьет в вас ключом. Мы ощущаем полноту. А все потому, что мы смогли остановиться и сделать правильную вещь. И это кому-то помогло. Мы много говорим о том, чтобы быть добрыми христианами. Можете сказать тому, кто сидит с вами рядом, «ты должен быть добрым христианином». Мы должны быть таковыми. А это значит уметь останавливаться и помогать. Но что же нужно для этого сделать? А все очень просто. Поэтому я советую слушать меня внимательнее, потому что сегодняшняя проповедь изменит вашу жизнь. Она изменит вашу жизнь. Сегодня мы еще больше углубимся в эту тему. Поговорим о помощи не только тем, кто встретился нам на пути, но и тем, кто идет этот путь с нами. Очень часто я видел такое, что пасторы и просто христиане помогают миру, но дома у них проблемы. Мы летим за море, спасаем там людей. Но в это время наши братья по церкви страдают, и никто не может им помочь. Вы даже не представляете, что помогать нужно не вашим соседям, а вашим братьям и сестрам, которые сидят рядом с вами в церкви. Это и есть новая заповедь, которую даровал нам Христос. Вы помните старые заповеди? «Люби Бога всем сердцем своим, разумением и силой». А еще возлюби своего ближнего, как самого себя. Эти заповеди еще живы, но есть и новая заповедь. Возлюбите не только ваших ближних. Возлюбите друг друга так, как Я вас возлюбил. И тогда по вашей любви мир узнает, что вы Мои ученики. А вот как все это узнают. По вашей любви друг к другу. Мы должны знать, что мы это делаем. Об этом сказано еще в послании к Галатам. Итак, доколе есть время, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим поверь. То есть, когда мы видим человека, который в чем-то нуждается, Бог говорит нам, не спеши помогать этому человеку. Убедись сначала, что ты позаботился о своих братьях по вере. Вот что имел в виду Бог, говоря в деяниях. Все у них было общее. Все у них было общее. Это значит, что если вы в чем-то нуждаетесь, и вы утолеете эту нужду, то в итоге не остается никаких нужд. Потому что вы уже утолили эту нужду. Все будет хорошо. Вот что значат эти слова. Все у них было общее. Вот что значит равенство в теле Христова. Кто-то делает много, а кто-то меньше, но когда мы собираемся вместе, все становятся довольны. Вот они слова, которые учат нас истинному христианству. А знаете, чему вы сегодня научитесь? Истинному христианству. Мы проповедуем о другом Иисусе. Знаете, что такое христианство? Если бы мы действительно жили по-христиански, наша жизнь была бы по-настоящему полной и невероятной. Сегодняшние христиане боятся упустить различные возможности. Мы создаем много возможностей, и не всегда получается их осуществить. Послушайте, мы можем сделать все, что в наших силах. Мы сделаем это, потому что многие не знают, что такое христианство. А все потому, что они живут не по-христианским. Ах, если бы мы жили по-христиански. Бог открыл бы нам глаза. И тогда мы бы увидели, что нужно окружающим, что нужно друг другу. Мы бы занялись всем этим, и в нас бы вошла сила Святого Духа. И все было бы просто изумительно. Вы бы наполнились им. Когда Бог дает нам возможность, мы должны быть уверены, что можем ею воспользоваться. Особенно в нашем Доме Веры. Особенно здесь. А знаете, что для этого нужно? Для этого нам нужно стать одним целым. Нельзя смотреть друг другу в затылок. Нужно смотреть друг другу в жизнь. Нужно связать наши жизни воедино. Вот о чем просил нас Бог. И тогда, если будет возможность осуществить чью-то нужду, эта нужда осуществится. В первом послании Иоанна можно прочесть одно древнее посвящение. Мы будем читать такие посвящения на протяжении следующих недель. Хочу воодушевить вас читать их. Эти посвящения вы можете найти по всей Библии, а не только в каких-то избранных стихах. Так вот, в первом послании Иоанна сказано, что в Боге нет никакой тьмы. Там сказано, что Бог — это свет. И если мы, как Он, ходим во свете, то мы имеем общение друг с другом. Для нас очень важно иметь общение друг с другом, потому что когда мы имеем общение друг с другом, мы знаем, что происходит друг у друга в жизни. Именно так мы сможем сделать правильную вещь для наших братьев и сестер в Господе, когда для этого появится возможность. Сейчас я прочту вам отрывок из Библии, где говорится о новой жизни, когда вы рождаетесь свыше. Это снова первое послание от Иоанна. Там сказано, «Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев». Послушайте, один из способов понять, что вы родились свыше, перестали быть ходячим мертвецом и стали живым, ведь Иисус даровал нам жизнь, это начать испытывать любовь к нашим братьям и сестрам в Господе. Вот как это сделается. Вы станете учеником Христа, когда начнете любить друг друга. Пойдем дальше. Нелюбящий брата пребывает в смерти. Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. Если вы в сердце затаили на кого-то злость, если вы не можете кого-то простить, то тогда вы не живете в Божьем свете. Если мы перейдем от этой жизни к жизни новой, то у нас появится новый способ жить. Мы не будем испытывать злости, ненависти и непрощения к другим людям. Когда вы живете так, вы живете в свете. Как это узнать? Просто вы сплетничаете об этом человеке и не говорите о нем ничего хорошего. Если это так, то у вас проблемы. Вы не живете в Божьем свете. Вот она, ваша проблема. Мы прочтем еще одно место из первого послания Иоанна. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете и нет в нем соблазна. Поднимите руки те, кто хочет пребывать во свете и не испытывать соблазна. Кто из вас хочет испытать соблазн? Знаете, как это сделать? Просто не любите. У вас не будет соблазна, если вы будете любить. Скажите себе. Почему я их ненавижу, если они мне просто не нравятся? Об этом писал еще Малахия. Мы должны любить наших братьев и сестер. Давайте скажем «Аминь». А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме и во тьме ходит и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Если мы не любим друг друга, это в буквальном смысле ослепляет нас. Я видел это, будучи пастором. Я видел, как люди обретали великий дух и громко кричали, но у них в сердце затаилась злость на их братьев и сестер. Я видел, что они слепы. Они думали, что поступают правильно. Они думали, что все хорошо, но на самом деле все было не так. «Послушайте меня, вы ведь не пойдете за человеком, который имеет что-то против другого человека, потому что они слепцы и приведут вас к пропасти». Пусть в этой церкви ни у кого не будет злости и непрощения. Давайте перестанем обижаться. Давайте научимся прощать друг друга и жить рядом друг с другом. И когда мы это сделаем, вы все станете братьями и сестрами друг к другу, потому что перестанете ощущать по отношению друг к другу всякие странные чувства, потому что вы захотите быть рядом друг с другом. Вы захотите быть рядом друг с другом, и это правильно. Ведь так мы ходим в Божьем свете. Бог даровал нам новый способ жить. Он сказал, что мы должны любить друг друга. Новый способ, которым Бог призывал нас жить, это готовность отдать жизнь друг за друга, из истинной любви друг к другу. Иисус сказал, что нет любви более высокой, чем та, из-за которой мы готовы отдать жизнь за наших друзей. Нет любви более великой, Он сказал, вот вам пример, и вот что Он призывал нас делать. Он отдал за нас свою жизнь и ожидает, что мы будем делать так же. Любовь познали мы в том... Вот как познать любовь. Вот как вам познать ее. Вы должны понять, что такое любовь. И Библия уже дала нам определение любви. Все уже сказано там. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою. И мы должны полагать души Свои за братьев. Иисус положил за нас свою жизнь и говорит нам, что и мы должны следовать Его примеру. Мы должны уподобиться образу Иисуса Христа, Его жизнь, Его разум, Его миссии и Его обещаниям. Мы должны быть готовы положить свою жизнь за тех, кто нас окружает. Положить свою жизнь за тех, кто нас окружает. Если мы не будем этого делать, мы будем оправдывать себя. В прошлый раз я говорил вам, что многие читают Библию, чтобы найти оправдание, а не Божье сердце. Вот что говорит нам Бог. Кто имеет достаток в мире, но видя брата своего в нужде, обратите внимание на слово «видя». «Если у вас на сердце ненависть, вы ничего не увидите». Понимаете, о чем я? «Если у вас на сердце злость, вы ничего не увидите». Люди вокруг вас испытывают боль, и нужна ваша помощь. Но если у вас в сердце злость, вы ничего не увидите. Сначала вы должны увидеть, и когда вы увидите, вы можете переходить к следующему шагу и что-то делать. Сказано, а кто имеет достаток в мире, но видя брата своего в нужде. Но если вы не общаетесь с этим человеком, то как вам это увидеть? Когда мы посвящаем свою жизнь соцсетям и ни с кем не общаемся, мы не видим людей в нужде, и поэтому не можем быть настоящими христианами. И наоборот, если вы в чем-то нуждаетесь, а вокруг вас нет истинных христиан, которые стремятся помогать, то когда вам будет очень плохо, вам никто не поможет. Поэтому очень важно, кто вас окружает. Со мной никогда не было такого, чтобы я в чем-то нуждался, а вокруг меня не было тех, кто бы мог мне помочь. Мне каждый раз помогали. Каждый раз. Потому что я посвятил свою жизнь общению с людьми. Я посвятил свою жизнь помощи ближним. Я посвятил свою жизнь помощи другим людям. В Библии сказано, что если вы готовы помочь другим, то когда к вам придет нужда, помогут и вам. Потому что вы сеете семя, а потом его пожинаете. Послушайте, вам обязательно кто-нибудь поможет, но... Надо самим что-то делать. Далее написано, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том Божья любовь. Если мы видим кого-то в нужде и затворяем от него свое сердце, то это не по-христиански. Это какое-то эгоистичное христианство. Оно не сделает нас добрыми христианами. Мы останемся просто христианами. Я говорю сегодня об истинном христианстве. Понимаете, что это? Все просто. И это есть истина. Дети мои. Станем любить не словом или языком, но делом и истинную. Нельзя просто надеяться, что все будет хорошо, и продолжать двигаться дальше. Вот почему с нашей верой сейчас что-то не так. В послании Иакова сказано, «Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, «Идите с миром, грейтесь и питайтесь». То есть это то же самое, что сказать им, «Эй, я записал вас в список молитв, я помолюсь за вас, и все будет хорошо». Но послушайте, иногда мы прибегаем к молитве, чтобы ничего не делать. Верю ли я в молитву? Разумеется. Нужно ли нам молиться друг за друга? Конечно. Но молитва не должна быть единственным вашим действием. С молитвы нужно начать. Когда мы молимся за кого-то, Святой Дух начинает направлять нас. Мы говорим себе, «Я знаю, как им помочь». Нужно остановиться. «Я знаю, что сделать». «Знаю, как помочь им». Это должно натолкнуть нас на действие, иначе откуда же у нас будет любовь? Иаков сказал, «Но не даст им потребного для тела, что польза». Молитва без действий бесполезна. Об этом много говорится в Писании. Об этом говорит Иоанн в своем Евангелии и посланиях. Он говорит, «Попросите меня, я дам вам. Попросите меня, и я сделаю». Но мы должны слушать то, что говорит нам Бог, и следовать за Ним. И тогда вы просто удивитесь тому, что может сделать Бог, если мы не только молимся, но и действуем. Вы любите деяния? Помните, что там происходило? Они молились. Конечно. Они учились. Да. Они общались и восхваляли Бога. Опять же, да. Но знаете, что еще они делали? Они помогали друг другу. У них было равенство, потому что они помогали друг другу. И что происходило? Люди обретали спасение. Происходили чудеса. Послушайте, если мы перестанем быть эгоистичными и будем не только молиться, но и что-то делать, произойдет больше чудес. Бог помогает таким христианам, потому что это истинное христианство. В Библии сказано так и вера. Если не имеет дел, мир-то вас сама по себе. Когда мы говорим людям, «Все будет хорошо, я помолюсь за тебя», но что это на самом деле мертвое христианство? Знаете, что это делает с нами? Мы становимся менее сознательными и забываем о нуждах других. Но сказано же, что если мы столкнулись с чьей-то нуждой, то теперь на нас лежит ответственность что-то сделать. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы служить и помогать, потому что, возможно, помочь можем только мы. Как-то мы с Синди имели привилегию помочь одной семье. Мы делали это не от церкви, от себя. Мы помогли им, и это была просто невероятная неделя. Мы помогли этой паре. Они много вкладывали и боролись. Тот мужчина болел. Им просто нужна была помощь. Мы были в состоянии им помочь, но больше всего меня удивляет то, что может сделать любовь. Мы видели, как они плачут. И сами расплакались. Мы рассказали об этом нашим детям, а потом плакали вместе с ними. Вот что такое настоящее христианство. Вот к чему нужно стремиться. Несколькими годами позже я стал свидетелем того, как ребенок упал в клетку к гориллам. И тогда одна из горилл схватила этого ребенка и стала защищать его от других горилл. Она защищала этого ребенка от других обезьян. Это была истинная доброта. И когда работники зоопарка наконец нашли ключи и вошли в клетку, она положила его к их ногам. Ребенок совсем не пострадал. Его вывели из клетки. Но случилось невероятное. Тысячи людей увидели, как добра была эта горилла к ребенку. Вы знаете, почему так многие люди не могут обрести Иисуса? Потому что они уверены, что им никто не поможет. Просто начните помогать людям. Вы просто удивитесь, сколько у вас появится друзей. Вы скажете, мне нужно знать, кому я помогаю. Но поверьте, люди, которым вы поможете, ответят вам любовью. Вот что такое настоящее христианство. Без этого вера мертва. Многие говорят, что все дело в вере. Они считают, что нужно верить, и тогда можно не творить добро. Но послушайте меня. Если вы не творите добро, значит, у вас нет веры. Но вы следуете незаложным Иисусом. Ведь любой стих в Писании проникнут одной идеей. Мы должны быть готовы взять наши таланты и дары и положить их за наши ближних. Вот что такое жизнь. Вот в чем ее смысл. А сейчас давайте вернемся к основам. Откроем второзаконие. Сейчас вы начнете говорить, «Ну, это же закон. Это же Ветхий Завет». Но вот что я скажу шибко умным. Разве две главные заповеди взяты не из закона? Любите Бога всем сердцем, разумением и силой. Это откуда? Возлюби ближнего, как самого себя. Это откуда? Тоже оттуда. А как насчет этой «не прелюбодействуй», а вот эти «не убивай, не воруй» или это «не лжесвидетельствуй на своего соседа». А вот это помните? «Не желай того, что есть у твоего соседа». «Не желай его жены и имущества». Много заповедей, которые мы должны сегодня соблюдать, даются нам в Писании и в Законе. Они перешли из Ветхого Завета в Новый. И мы следуем им не для того, чтобы спастись, а потому что мы уже спаслись. Давайте похлопаем. Но вам ничего не понять, если вы не обратитесь к основам. Чтобы понять эти заповеди, нужно обратиться к основам. А эти заповеди идут изучение закона. Во Второзаконии сказано, «Если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих в одном из жилищ твоих на земле твоей, которую Господь Бог твой дает тебе, то, что нужно сделать, то не ожесточи сердце твоего и не сожми руки твоей пред нищим братом твоим. Но открой ему руку твою и дай ему взаймы, смотря по его нужде». «В чем он нуждается». Когда Иаков и Иоанн писали это в своих посланиях, когда об этом говорил сам Иисус, наш Спаситель, они думали об этих строках, потому что это прямая отсылка к этим строкам. «Возлюби Господа своего всем сердцем своим». Какое замечательное послание для нашей жизни. Друзья, Слово Божие очень важно для того, чтобы мы могли уподобиться образу Христа и поняли, что Бог желает видеть в нашей жизни. Бог ведет нас по пути, по которому нам идти. Поэтому не думайте, что достаточно просто послушать проповедь и сохранить информацию в голове. Применяйте услышанное в каждом дне вашей жизни. Мы надеемся, что это послание благословило вас. Мы хотим пригласить вас не просто смотреть нас по телевидению или интернету, но стать членом поместной церкви. Послушайте, Бог любит вас и мы тоже. Мы хотим, чтобы в вашей жизни было все самое лучшее. Поэтому приходите на наше служение как можно скорее. Мы приглашаем вас стать нашими партнерами в распространении Царства Божьего на земле. Если вы хотите поддержать нас своими финансами, то зайдите на наш веб-сайт или напишите нам. Еще раз спасибо вам за вашу верность и поддержку. Пусть Бог благословит вас! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова